снова здравствуйте привет привет помашу лапкой помахать помахать второй эфир подряд первый эфир у нас был про материалы для курса по белью и купальником и сейчас эфир по нашему марафону вот лежит моя куколка мы для нее рисовали с вами вчера джинсы уже было очень много работ в ленте и в отметках и да это прям супер круто я очень рада видеть столько много откликов классных так что сегодня мы сделаем наши девчонки вверх я буду рисовать свитер потому что у нас погодка еще такая аховая у меня вот снег лежит за окном мы нарисовали джинсы нарисуем свитер следующем видео у нас будет пальто опять же я взяла шаблон наложила сверху бумажку обвела тут какое модель я хочу видеть просто на самом деле нашла референс себе в интернете и сделала чуть-чуть его по-другому так как мне хочется тут обращаю ваше внимание вот я если накладываю у меня это видно может быть у вас тоже видно силуэт тут у меня бедро и мне хочется чтобы когда я вырежу этот свитер у меня вот эта рука с правой стороны она как будто бы уходила за бедро и поэтому здесь я показала именно форму бедра а рукав он уходит назад а с этой стороны я наоборот рукав подала вперед то есть рукав будет у нас заходить на джинсы и это свитер со спущенным рукавом широким воротником тут у меня такой будет вязка резинка тут мелкая вязка и вот здесь такие какие-то косички и полосочки прикольные объемные сейчас с вами нарисуем также выбираем любой цвет которым вы хотите нарисовать свой свитер я сегодня сегодня буду рисовать сирень мне очень нравятся эти сиреневые оттенки покажу вам как они у меня выглядят такой светленький такой более теплый оттенок и для теней у меня такой вот темный если вы рисуете акварелью то точно также вы берете какой-то намешивайте светлый цвет и в тени и добавляйте более темный начиная со светлого оттенка широкой кистью я закрашиваю весь twitter у меня за напасть с маркерами они все внезапно решили в карантин перестать работать что такое вообще надеюсь дружок ты доживешь у меня для эфира закрашиваю здесь вот осторожненько иногда кстати такие вот подсохшие маркеры они дают интересный наоборот эффект я люблю рисовать там например трикотажные какие-то лосины в рубчик и вот если по определенному накладывать маркер то получается рубчик за счет маркера здесь кладем также все по форме прорисовываем возьму сейчас узкую сторону посмотрим как она у меня работает она мне никак не работает но замечательно вообще друг давай доживи молю тебя ну просто беда ничего мы его добьем сейчас продолжаю закрашивать все один тон у меня тон и совсем равномерный в связи с некоторыми причинами но я все равно это добью привет всем кто новенький на эфире рисуем сейчас задание для марафона мы нарисовали джинсы и теперь рисуем вверх у меня плохо пишет маркер поэтому он вот такой вот предатель так основной тон нарисовали и сейчас хочу сразу себе провести контур чтобы у меня было хорошо видно границы свитера возьму чуть-чуть другой линер и контур я провожу по всем нашим деталям то есть отдельно я делаю рукав здесь также манжетики на манжете могу сразу прорисовать вязку такой вот здесь тоже обвожу сбоку прохожусь и манжет здесь рисую складочку потому что рукав спущенный соответственно здесь я показываю как вот эта деталь у нас собирается ввожу плечи и придаю контур воротнику контур делаю неровный потому что тоже здесь есть вязка я то есть не просто прямыми линиями его обвожу а именно уже в контур придаю вот этот объем теперь еще низ сделала низ неровный потому что у меня внизу будут джинсы и как будто бы она свитер с одной стороны чуть-чуть заправила теперь переходим к другому оттенку такому тепленькому его я добавляю места где хочу видеть тени то есть у меня вот здесь собирается все складкой вот тут также по низу воротника ой по низу рукава по манжету прохожусь по низу свитера здесь где он у меня тоже заправлен я делаю такие тоже крупные складочки и сбоку по другому рукаву также я акцентирую воротник под воротником чуть-чуть прям прохожусь и сейчас мы с вами прорисуем сам узор то есть у меня есть длинные полоски вот здесь я их затеняю и вот тут вот тут у меня зигзаг такое видео тоже я по нему прохожусь и и с другой стороны и вот здесь и еще вот здесь у меня были по центру полосочки я тоже их прорисовываю и так же у меня здесь внутри крупная вязка я рисую как бы тени на ней то есть я прорисовала сначала себе форму этих штучек теперь оставляю некоторые светленькие некоторые затемняю такие вот вязаные галки и еще хочу немного затенить вот эту часть где у меня маркер решил умереть там он цвет сделал совсем блеклый мне хочется чтобы было поярче поэтому этим же цветом я еще раз затеняю везде прохожусь теперь берем самый темный маркер и еще углубляем наши тени то есть их тут проходимся по низу рукава с внутренней стороны чуть-чуть складку заходим в подмышечную вот эту складку тоже другой страны и еще вот здесь еще хочется опять взять теплый оттенок и немножко сгладить вот тут эту складочку тут у меня еще тоже была полоска где-то вот она теперь еще этим темным оттенком акцентирую складку вот эту где у нас свитер заправляется другой стороны тоже и тут можно такие вот прорисовать полосочки мы показываем что тут у нас идет рубчик добавить тень под воротником и и немножко тоненько пройтись по всем нашим фигурным деталькам прям где-то можно в уголок добавить эту тень здесь у меня идет складка поэтому вот этот зигзаг тут немножко преломляется мы показываем что он не просто отдельно висит у нас а тоже на ткани точнее на свитере вывязан и с другой стороны тоже некоторые уголки я делаю поярче так про полосочки тоже не забываю их тоже показываю и добавляю тени вот сюда тоже чуть-чуть опционально некоторых местах прохожусь самое главное вам просто показать какой-то узор который будет у вас на свитере теперь возьму опять линер и хочу еще немного поработать с узором то есть в некоторых местах тоненьким линером либо тонкой черной гелевой ручкой я могу показать что они объемные концентрирую на вязке вот тут внимание и с этой стороны тоже и по полосочкам и на косичку такую декоративную тоже как бы получается что у меня эта косичка она должна немножко уходить в глубь на менее объемная поэтому мы ее сделали потемнее и по рукаву если вы рисуете еще какой-то тонкий например трикотаж с некрупной вязкой то в некоторых местах можно добавить такие стилизованные галочки как петельки по рукаву можно чуть-чуть их раскидать и по всему свитеру чуть-чуть прям них хочу покидать такие вот галки теперь можно взять белый пастельный карандаш про который я всегда толдычу очень его люблю и добавить блики например в светлые места чуть могу их припылить вот так это просто делает рисунок как-то поярче блик можно добавить еще на край рукава вот сюда по резинке немножко сбоку чтобы отделить сам свитер от рукава немножко посильнее и добавить вот сюда тоже опционально по нашей вязки вот такой у нас получился иллюстрированный свитерок давайте теперь его вы вырежем и приложим к нашей девчонке пока я вижу кто мне пишет если у вас есть какие-то вопросы по эфиру или вообще вопросы задавайте обязательно сейчас на все отвечу так вырезаем край буду вырезать не совсем аккуратно чтобы побыстрее дело пошло поэтому с отступом в горловинке поближе и вот тут а сильнее по рукавам тоже отрезаю посильнее потому что мы же будем на нее надевать нужно чтобы было видно руки и тут тоже обрезаю под край прям все вырезали не поздно нет не поздно присоединиться у нас марафон до 7 апреля до 7 апреля нужно вы выложить минимум три работы то есть вы можете сегодня начать совершенно спокойно и три какие-то работы выложить ну что вот такой свитерок джинсы у меня где-то лежат я их найду потом сфотографирую обязательно выложу так что придумайте свои модельки обязательно выкладывайте работы отмечайте меня и катю будем все смотреть все комментируем лайкаем спасибо всем за участие в марафоне приятного рисунка и хорошего дня вам спасибо всем за просмотр! Продолжение следует...